С 1 марта этого года управляющие компании обязаны привести в порядок аварийно-диспетчерские службы. Во-первых, ввести круглосуточный учет звонков. Во-вторых, диспетчеры обязаны проверять качество отработанных заявок. А также появились четкие сроки устранения неполадок. Аудиозвращение следует. Это диспетчерская служба. Вот, у нас определился сразу звонок, что вы звонили. Высветился номер телефона, и вот теперь мы уже можем обрабатывать заявку. Но не все управляющие компании полностью перешли на новый лад. Муниципальная жилищная инспекция нашла недочеты почти у всех обслуживающих организаций. В журнале фиксируется дата заявки, номер заявки, кто принял заявку, правильно, фамилия, имя, отчество, суть заявки. И обязательно указывается время. А чтобы узнать номер диспетчерской службы, лицензии, информацию о сайте и тому подобным, нужно заглянуть на информационные стенды. Они размещаются как в подъездах многоквартирных домов, так и в самих обслуживающих организациях. Однако большинство управляющих компаний информационные доски либо забрасывают, либо готовят их только перед проверками. Такая информация не пойдет. И это видно, что вы, конечно, подготовились. Прямо, говорю, бумага чистая. Вот мы сейчас все снимаем. Раз вот так здесь наклеили, все. Какие люди старались? Не сегодня появились? Нет. Вчера? Просто такое ощущение, что они новые. Как будто подготовились. В понедельник, скажем, примерно так же. Я, честно говоря, не скажу, когда это было. Совокупность всех нарушений может стоить управляшкам крупных штрафов. Однако новые правила вступили в силу относительно недавно. И пока обслуживающие организации отделались предостережением. Можно поставить управляющим компаниям твердую троечку. Есть над чем работать. Срок исполнения предостережения управления 30 календарных днём. Если управляющие компании не проведут работу над ошибками, штрафы неумолимы. Для юридических лиц до 350 тысяч рублей. В случае, если и тогда нарушения не устранят, управляшки могут попрощаться с лицензией. Илья Балханов, Владимир Попов, телекомпания АТВ.